Век технического прогресса не стоит на месте и преступность. Теперь появился термин онлайн-проституция, а злоумышленники воруют деньги с кредитных карт и обманывают в интернет-магазинах. О том, как не стать жертвой в интернете, на пресс-конференции рассказали правоохранители. Управление по борьбе с киберпреступностью создано в апреле прошлого года. Это подразделение занимается расследованием правонарушений, которые совершаются при помощи современных технологий. Сюда относят и пиратский контент, и нелицензированное программирование, но чаще всего правоохранителям приходится сталкиваться с мошенничеством. Больше всего мошенников орудует в интернет-магазинах и на аукционах. Там злоумышленники размещают объявления о продаже некого имущества по явно заниженной цене, но просят внести предоплату. На перечислении денег все и заканчивается. Много в сети и желающих нажиться на чужом горе. Их жертвами становятся те, кто через интернет размещает сообщения о сборе средств. Шахраи связываются с будущей жертвой, поведомляют, что имеют номер перечислить материальную допомогу. Но необходимо вказать, просят вказать код, пароль, который будет присылан из банка. И шахраи спокойно снимают грешевые деньги без самой карты. Современные преступники умудряются даже скопировать чужую банковскую карту. Для этого на банкоматы ставятся специальные приспособления – скиммеры, которые расположены в зоне для ввода карты и накладки на клавиатуру. Скиммер считывает информацию с магнитной лентой, а накладка фиксирует пин-код. Получив эту информацию, так называемые кардеры просто копируют чужую карту и снимают с нее деньги. Потому милиционеры советуют пользоваться проверенными банкоматами и держать в тайне личные данные, а также пароли и пин-коды. Продолжение следует...